Привет всем! Наконец-то пришло время подвести итоги истории с моим сгоревшим блоком питания. Прошло уже больше двух недель, у меня то ли не было времени, то ли не было блока, который может заменить мой блок. В итоге, сессонник что сказали? Они сказали, да, все правильно, 12 лет гарантии. У нас есть специальный резерв для того, чтобы менять людям, у которых такая история произошла, блоки питания. Но не факт, что будет точно такой же блок, который был у тебя. И они мне отправили блок, который был в ремонте и восстановленный. И вот они мне его отправили, и все вроде было нормально, он был запечатанный практически как новая комплектация, все новое. Они отправляют, я подключаю, блин, не работает. Ну, брак бывает, такое попадается, то есть что-то не так с ним. Попросил прислать новый, прислали мне новый уже на 1300, потому что на замене другого просто не было. Прислали абсолютно новый блок, сейчас будем распаковывать в режиме live, ставить и будем узнавать, работает это дело или нет. Пока я открываю блок, хотел бы сказать спасибо огромное всем вам, которые писали в комментариях, что, блин, Макс, у нас тоже такое было, там, жалко очень, что так с блоком получилось, мы тебя поддерживаем. Спасибо большое за ваши слова поддержки. И хотел бы ответить тем, кто говорит, я там видел пару комментариев, типа, не знаю, это матчасть, 300 войс отпустили. Да, блин, я не знаю матчасть, нахрен она мне нужна, я не электрик, вообще нифига. Как было со стороны обычного пользователя, так и рассказывал. Также я не понимаю людей, которые говорят, ты же блогер, почему у тебя нет ИБП. Потому что у меня нет места для ИБП, это раз. У меня квартира очень маленькая, и здесь очень мало места. Вот под столом там, все это приходится как-то размещать. Нет ИБП, и он мне никогда в жизни, за все то время, что у меня есть компьютер, никогда в жизни не было таких перепадов напряжения. Никогда в жизни криворукие ублюдки не лазили в трансформаторе, все было нормально. И поэтому, конечно, у меня нет бесперебойника, конечно, у меня нет никаких реле. Теперь уже есть, но, блин, никогда не нужно было, и пока жареный петух в жопу не клюнет, то ты никогда об этом не задумываешься, никогда не думаешь о том, что тебе нужно что-то там, какие-то реле сайт. Поэтому, естественно, у меня ничего не было. Я такой же обычный человек, как вы, и я не способен предугадывать будущее. Так что меня очень удивили вот эти вот злорадные, типа, ха-ха, блогер, у которого все сгорело, пошел в жопу, ха-ха. В общем, такое. Ну, а тем, кто поддерживает, большое спасибо. Давайте открывать блог, смотреть, что там внутри. А еще меня немножко задели комменты о том, что, блин, реклама сессоника. Нет, пацаны, рекламы сессоника здесь не было. Знаете почему? Потому что, какая реклама, блин, у меня сгорел блок питания, и вместе с ним все остальное. Там кондиционер, роутер, потом сгорел микроволновка и так далее. Офигеть, ради рекламы вот это все жечь. Я не знаю, как это можно вообще все придумать было. Так что, нет, никакой рекламы здесь нет, потому что обычная история. У меня что-то сгорело, я обратился в сервисный центр, мне прислали новое, при том, не с первого раза. И я, как бы, это не скрываю. Так что, ребят, единственная реклама, которая была в том видео, это реклама e-каталога. Ну, я думаю, тут никакого зашквара нет. Рекламировать сервис, на котором вы можете покупать, блин, все, что угодно, при том, еще и цены выбирать. Так что, вообще, мне кажется, вы немножечко перебдели. Видеть везде рекламу, это вот удел любого пользователя Ютуба. Ну, в принципе, я понимаю вас, но тоже вы уже не перегибайте. Так, смотрим, что здесь есть. Сейчас покажу. Раз пачка проводов, два пачка проводов. Ничего интересного. Ну и сам блок, я, честно говоря, не знаю, зачем они его в такие мешочки запихивают, потому что, блин, вы его поставите в комп, и все, мешочек, куда его девать? Ну, вот, типа, премиум сегмент, поэтому они вот так делают. Вот он, наш блок, все круто. Давайте попробуем подключить. Понятное дело, что я не буду вас мучить вот этим вот долгим-долгим видео о том, как я прокладываю провода, все подключаю, все уже подключено. Привет, флэш. Он уже тоже хочет проверить, насколько все это работает. Давайте включать, хватит тянуть. Флэш, давай. Ну и момент истины. Да, красавчик. Я не смотрю. Вру, я смотрю в монитор. Ээээ, убери хвост, дурила. Ребят, пашет. Пашет, пашет. Давайте на монитор переведемся. Так. No keyboard. Ничего страшного. Ну, в общем, самое основное. Все работает. Фух. Прямо как, не знаю, камень с души упал. Винда загрузилась. Все круто. Что я могу сказать? Конечно, вы все были правы о том, что нужно иметь бесперебойник. Нужно иметь реле. Все вы, конечно же, правы. И тем не менее, я надеюсь, это видео для тех, у кого еще нет этих штук, послужит уроком. И, пожалуйста, следите за своей техникой, тогда она будет нормально работать. И покупайте нормальный комплектующий. Потому что меня лично блок спас все, что у меня было, и мне не пришлось покупать новый компьютер. Спасибо всем, что посмотрели. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку, за вашу критику. Тоже ждите новых видео. Пока.